Коллега Наталья, член Совета Матерей и Счастливая Семья. Мы искренне извиняемся, если нарушили ваш план на вечер. Все, кого эта тема не интересует, конечно же, могут прогуляться, пока идет наша лекция. Но я настоятельно рекомендую вам остаться, потому что рано или поздно вам всем придется с этим ознакомиться. Все у нас остаются, да? Хорошо, давайте тогда, друзья, пожалуйста, встанем так, как нужно. Я прошу всех девушек встать вот с этой стороны, поближе к универмагу центральному, а всех юношей с этой стороны. Да, если не сложно. Это нужно для лекции. Замечательно, спасибо. Наташа, мы готовы? Семен. Итак, кризис семьи и пути его государственного урегулирования. По данным федеральной статистики Росстат и демографического ежегодника ООН 2012 года, Россия первая среди стран с самым большим количеством разводов. Статистический отдел ООН берет за исходную цифру количество разводов на тысячу человек. А это 5 процентов, самый высокий показатель в мире. Времена, когда развод был редкостью и повсеместно осуждался, остались в далеком прошлом. С 70-х годов 20-го века количество разводов в нашей стране составляет не менее 395 589 разводов в год. А это означает, что ежегодно более 300 тысяч семей остаются разбитыми. Кто же виноват в столь частых разводах? Большинство вины мужчины, конечно же, возлагают на женщин, ну а женщины на мужчин. Но 12 процентов все-таки обвиняют некие обстоятельства. Здесь мне, честно говоря, стало немного жутко. Посмотрите на экран. Наташа. Каковы основные причины разводов? Это измена, злоупотребление наркотиками, употребление алкоголя. И что самое страшное, друзья мои, что все эти причины вытекают одна из другой. Где измена? Там злоупотребление алкоголем. Где употребление наркотиков? Там применение физической силы. Где проблемы в сексуальной жизни? Там плохие отношения с родственниками супруга. Где оскорбление супруга в присутствии других людей и детей? Там невозможность супруга содержать семью. И посмотрите, друзья, ведь невозможность супруга содержать семью не является основной причиной разводов в нашей стране. Как бы не пытались убедить меня, мужчины, в том, что девушки в последнее время стали расчетливы. Но и вам, девушки, я хочу сказать, если вы изначально выходили замуж не за алкоголика, а я думаю, что мало кто так делает, то я советую вам серьезно задуматься. Возможно, вы сами стали причиной таких последствий. Массовый распад семей в настоящее время – это всемирный феномен. Во многих странах количество разводов равняется числу браков, друзья. В чем же причина столь жуткого явления? Среди вышеуказанных причин хочется назвать следующие. Интересы супругов лежат не в семье, а вне ее. В делах, на службе, в работе. Семья, дом становятся спальнями, что отчуждается супругов друг от друга. Я прошу ваше внимание на экран. Что спальня отчуждается. Посмотрите, на тысячу человек... Вам видно? Давай покрупнее сделаем, Наташ, немножечко. Можешь замечать, вот так. На тысячу человек от 80 до 8. Посмотрите, как изменяется красная тревая с кружочками. От 2 до 17. Дальше. Братья. От 140 до 12 процентов. Вновь красная прямая с кружочками. Посмотрите, от 80 до... 117,60. От 180 до 12 процентов. 95-й, 2000-й, 2005-й, 2010-й, 2012-й годы. Май. Посмотрите, как резко и снижается количество браков в мае каждого года. Молодые действуют по принципу, в мае женишься всю жизнь, маяться будешь. Но все забывают о красной горке. Здесь вообще ситуация ужасная. На тысячу человек. От 12 до 8. Цефо, цефо, юфо, пефо, уфо, дефо, эскафо. Братья, братья, разводы, разводы. Это замкнутый круг, друзья. И посмотрите, в каком бы месяце вы не поженились, развод может настигнуть вас одинаково круглогодично. Кризис семейных отношений особенно сказывается в демографическом плане. Посмотрите, сведения о числе зарегистрированных браков и разводах за ивари-октябрь 2011 года. Дальше. По данным федеральной статистики Государственной службы Росстат, посмотрите, как изменилось количество браков и разводов с 1985 по 2010 год. С 1,4 млн количество браков упало до 1,2 млн. С 650 тысяч до 750 тысяч возросло количество разводов. Как я уже говорил, кризис семейных отношений особенно сказывается в демографическом плане. Наша страна вымирает. А это означает, что количество умерших людей гораздо превышает количество родившихся. В нашей стране на семью в среднем приходится полтора ребенка. А для поддержания нормального населения в стране нужно 2,3 ребенка. Последствия могут быть катастрофическими. Страна с полочисленным населением не сможет удержать огромные территории. Вскоре может организоваться кризис трудоспособного населения. Детей и стариков некому будет кормить. Но для защиты и укрепления семьи в Государственной Думе принят к рассмотрению новый законопроект, по которому каждый гражданин нашей страны обязуется жить по правилам домостроя. Дорогие друзья, в данный момент решается судьба нашей страны. Сейчас в парламенте идет голосование за принятие этого законопроекта. В наше время, когда такие определения, как экономика, экономия, экономичность, это хорошо, а вот домостроя, что в переводе с греческого означает то же самое, только звучит по-русски, это плохо. Отталкивая это определение в угоду иностранным словам, не кажется ли вам, что мы забываем о таких понятиях, как польза, добро и правда? Не так? А ведь именно польза, добро и правда всегда сливались для русского человека в единое понятие – домостроительство. Алло. Да. Дайся заказать. Да. Нет, не могу. Да. Привет. Хорошо. Держите в курсе, да. Извините. Ну, конечно же, нужно сказать, что все правила домостроя будут адаптированы к современному обществу. Никто вас заставлять ходить в кокошниках не будет. Наверное, нужно огласить основные правила и положение законопроекта. По достижении 30-летнего возраста каждый дееспособный гражданин должен был вступить в традиционный брак с представителем противоположного пола. Но женщинам, которые до этого возраста не смогут найти в себе жениха, государство обязуется предоставить мужа, дееспособного гражданина, в возрасте до 50 лет. Ну, тут, конечно же, нужно сказать, что никто вас заставлять насильно жениться не будет. Все будет происходить по обоюдному согласию, но холостым и бездетным гражданам в возрасте от 30 лет придется выплачивать государство налог, равный 6% минимальной заработной платы. Будет ведет запрет на аборты, и контрацептивы будут выпускаться только по рецепту врача. Всем трудовым мигрантам будет объявлена амнистия, если они согласятся выполнять роль в домработниках, в семьях граждан нашей страны. Ну, конечно же, это не рабство, а лишь частичная занятость. Закон о запрете пользования интернетом с 8 часов вечера до 6 часов утра. Полная отмена и запрет на ввоз табачной продукции. Правильно, я думаю, это нужно поддержать аплодисментами. Любая женщина, родившая двух или более детей, и состоящая в браке, будет получать пособие по безработице в размере одной минимальной оплаты труда. Введение штрафов на разводы. И расформирование дошкольных образовательных учреждений, потому что дети должны воспитываться в семье. Сейчас, друзья, этот закон может показаться вам немного странным и категоричным, но я уверяю вас, он направлен лишь на сохранение современной семьи и традиционных семейных ценностей. И есть на земле русской пары, которые, презрев наш суетный мир, храбро живут по заветам отцов. Я прошу ваше внимание на экран. История Елены и Александра. Елена родилась в провинциальном городе. С самого детства она верила, что судьба непременно подарит ей встречу с прекрасным жизненным. Когда пришло время, Елена оставила родное звездо и отправилась в большой город поступать в институт. К сожалению, на этот раз удача не улыбнулась ей, но футборная. В жизни радостная девушка не оставила надежды поступить на будущий город. Она быстро нашла работу и познакомилась с Александром. Симпатичный, 25-летний молодой человек сразу показал ее сердце. И уже спустя полгода они решили пожелиться. Казалось, что жизнь обрела новый смысл. Александр продолжал работать, а Елена сидела дома и все еще не оставляла надежды поступить в институт. Время шло, и домашние заботы так поглотили ее, что она совсем перестала уделять внимание мужу. А со временем и Александр стал все чаще задерживаться на работе, приходить домой в нетрезвом виде, а однажды и вовсе не пришел ночевать. Вскоре оказалось, что он связался с очень нехорошей компанией. Перестал приносить деньги в дом, врезку уши долги, дело доходило даже до рукопеклазки. Поначалу... Поначалу... Поначалу Лера была просто в недоумении, но после этого случая решилась на серьезный разговор с мужем. Но разговор не только ухудшил взаимоотношения между супругами, но и фактически привел к полной украде в семье. Чтобы залечить душевные раны и понять, как жить дальше, Лена решила временно пожить и подруге. Собирая вещи, она случайно наткнулась на странную неприметную книгу, которую раньше и не замечала. Домострой, прочитала она наоборот. Содержение книги увлекло ее чрезвычайно. К ней пришло осознание того, что все эти годы они служат, не выполняя ряд простых правил, которые могут сделать их в свою семью счастливой. И сегодня, друзья мои, они пришли к нам, чтобы поделиться своим опытом жизни по домострою. Давайте... Елена Александровна, пожалуйста, выходите к нам. Поддержим аплодисменты. Спасибо.